А потом лес еще валил три месяца с женщинами под Тулой. Так что я натренировался. Весь 41-й Валентин Галкин еще в тылу строил оборонительные рубежи под Москвой. На следующий год уже в строю нес победу в Севастополь Краснодарного Российск. Свою войну он сохранил в стихах и в них же благодарил. И уходят от нас ветераны, словно в новый поход боевой. Из которого им не вернутся вечен сон под солдатской звездой. А живые теснее сомкнутся, оглядев свой редеющий строй. Спасибо вам большое. Подарком ветерану стала цифровая приставка, чтобы и после отключения аналогового вещания в этом году телевизор работал. Всегда с удовольствием смотрю. Все передачи с удовольствием. Особенно, когда участвует глава нашего Путина, короче говоря. Это бытовая техника, собственно, да. Ничем не отличаешься от магнитофона, от радио какого-нибудь. Да, то, что знать, какие, скажем так, кнопками управлять. И, в принципе, настроить мужики больше человека. Накануне Дня Победы и после праздника, говорят в министерстве, цифровой подарок после заявки получит каждый ветеран. И в городе, и в селе. У нас есть ответственные ребята, ответственные люди, старосты в каждом селе. Мы перенаправляем эти заявки и соответствующую помощь оказывается. Совместно с РТРС мы обучили уже более тысячи таких волонтеров. Другим пожилым людям, например, в Первомайском районе, помогают на почте. Мы работаем, как вам сказать, через почтальонов, потому что такие бабушки неходячие. В основном через них распространяем, большее количество. Но и так, кто приходит на почту, там платежи делают, получают пенсию самостоятельно, тоже приобретают у нас приставки. Почтальоны рассказывают, что технику все еще покупают нечасто. Хотя отключить привычное вещание должны были в июне. Теперь его перенесли на октябрь. Но те, кто приходит, наслышанные. Каналов больше, качество лучше. Было здесь, но они плохо показывали. А здесь, наверное, побольше будет. А здесь будет 20. Ну и без перевоя, без абонентской платы. Это прекрасно. Стоит техника тысячи рублей. Подходит к любому телевизору. В почтовых отделениях по всему краю продают полторы тысячи таких приставок. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. День с толком.